Здравствуйте, я Безгинов Александр, вы на канале Skating Classic и сегодня 15 июля 23 года я принимаю участие в пробеге вокруг озера Хипоярви. Парни вон заряжаются вовсю, сейчас булавками прикалывают. Номера немножечко. Коля, вообще пушка. Сразу видно, мастер. Красиво как-нибудь. Алексей, ты вроде не первый раз. Сейчас он разберется и будем стартовать. Только представьте, 27 лет назад этот пробег впервые стартовал как небольшой кросс лыжников. Несколько десятков человек принимало в нем участие. И вот прошло совсем немного времени и здесь сегодня стартует порядка 800 человек. Какой размах. А вы оцените очередь в туалет. Все как на мейджорах. Здравствуйте, вы бежите? Да, я ваш фанат со времен вот этого. Блин, я так волнуюсь. Удача, уже размялись? Разминаемся, я разминаю. Вернемся. А теперь вы посмотрите, да, размах. Все как на мейджорах. А вот это то самое озеро Сипаярви. Погода сегодня прекрасная. Еще утро. Уже где-то 22-23 градуса. Так что после финиша я уверен, что мы все пойдем освежаться в Токсовских озерах. А пока вот участники разминаются. Илья, помаши маме ручкой. Гумя. Так, ребята, вот президент Федерации Лыжных Санкт-Петербурга, Владислав Сафин. Пару слов для пресса скажите. О, выдающиеся события. Вот 27-й раз проводим. Ни разу не было такого, чтобы мы консилировали пробег. Это для нашей дружной команды. В основном, я имею в виду Юрию Санычу. Он основной мотиватор, может сказать, батарейки дуросылки. Надеемся, будет 30-й юбилейный. На 30-й опять созовем членов национальной сборной и встроим настоящий праздник. Владислав, а вот в какой раз вы сами принимаете участие в этом пробеге? Слушай, сложно сказать, я думаю, наверное, 22-й, 28-й. То есть, практически без пропусков вы стартуете каждый год? Да, почти. Вот так вот, друзья. Личным примером президент Федерации Лыжных Гонок Санкт-Петербурга показывает, как вообще должен выглядеть человек свои годы. Не будем говорить, сколько ему лет. 18 лет. 18 лет. Просто отметим, что он в прекрасной форме, заряжен. Так что, всем спорта, здоровья, хорошего настроения, бедно, лихоше. Все будет отлично. Андрей Чапакинов, пригласили на фотосессию. По номеру уже видно. Будет фантазия. Вот они сильнейшие ребята будут биться за призы. Своими самыми, как и фигой. Самыми, да. Так что, супер. Я думаю, конкуренция будет жесткая. Вот один из потенциальных призеров, который бежит за команду лыжников Санкт-Петербурга. Это называемая Токсовская ракета. Это Алексей Гапонов. Он мастер спорта не только по лыжным гонкам. Я сейчас боюсь перепутать. Леша, скажи. По полному бегу. По полиатлону еще. По полиатлону. Восторг, какие люди здесь собрались. Я, честно говоря, уже не выдерживаю их разминочный темп. Поэтому, думаю, что мне уже можно сходить. Всем участникам я желаю удачи и легких ног и быстрого бега. Спасибо. Леха, давай. У тебя сегодня крутой номер. Я тебе желаю что-нибудь из этого показать сегодня. Будем стараться. А главное, получать удовольствие. Все, удачи тебе. Последние минуты. Предстартовый мандраж. Все сильнее. Спускаемся. Кто там, значит, тенечки отсидевают, идете тоже поближе. До стартового состоится время с соседей ногой. Сейчас мы проведем общую разминку. Для всех. На разминку. Здравствуйте. Ты только приехал? Да. Приходите. Минутку в минутку. Вчера вечером написал мне в Инсту. Не знаю, ваше слово. В Нью-Йоркский был марафон. Прямо оттуда. Прямо с Нью-Йоркского принчал. Ты готов? Ты готов? Я готов. Где Петр? Ты знаешь, что ты знаешь? Член сборной России. Слил-то. Вот ты отзывайся за него. Вся надежда на наш бой. А что это там такое? Скейт энд классик, скейт энд классик. Это флаги Валентин называется. Всего себе. Вот так вот. Сок, ребят, до старта остается буквально две минуты у нас. Две минуты. Это назад. В общем, мы стартуем. На, попей перед стартом. Это никогда не помешает. Вот он у меня блинчик 4 МК. Лишь и мимо вперед. Ты его с утра, что ли, съел? Только что. Обзора. Три, два, один. Семь легких ног получили женовольство. Двадцать седьмой пробег вокруг. Вот, блядь, Рахе Паярвин стартовал. Семнадцать километров. Побежали. А, нет. Попытоминание. Пятый, восьмой, восьмой, двенадцатый километр. Ребята, пятюмой минус тридцать секунд. Семнадцать километр. Сразу. Опа. Итак, еще раз. Пятый, восьмой, двенадцатый километр. Насчитывайте. Добейте нас. Попытоминание обязательно. Не забывайте. Погибайте. Все. Побежали. Будет жарко. Вот так, пройдемся. Три-четыре-десять. Все бегут куда-то. Я бегу. Тут парень от молодец. Собака где-то побежала. Я тебя в четверг не еду на разные методы. Все. Да, там приседал. Так и пешит. Такая дорожка. Три-четыре-десять. Три-четыре-десять. Приграем к пункту питания. Так. Так. Таня, привет. О, садим. Здорово, здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Дядя Юра на поддержке! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скажем вам огромное спасибо. И вот вообще, значит, что вы красавчик. С хорошими деньгами. Апцент. Продолжают финишировать участники. Еще надо сказать огромное спасибо спонсору нашим замечательным компаниям, которая восточная логистик. Вот здесь на фоне плага надо споститься, мне обязательно. Вот она вся суть бега. Пробежал, теперь поддыхаешь в тенечке. Ну а вот финиширует, ребята. Потрясающая атмосфера. Да, это, кстати, вообще очень радует. Перетерок. Каев. Лех, он в скорой рядом стоит. Если что, откачают. Прям в кардиологию отвяжусь. Там уже занят. Один клиент уже есть. Я всегда говорю, в беге есть только одна радость. Радость от того, что он закончился. Но зато какова радость. Медаль-то смотрите, какую дали. О, вот такая серебряная. Второе место, значит, занял. Так маме и скажу вам. Второе задел. За первое золотое давали. У меня всегда вот во время этих стартов одна и та же мысль. Сначала стартовал, сразу тяжело становится. На втором километре совсем плохо становится. И думаешь, может сойти? А чего это вообще надо? Сразу представляешь, нормальные люди в это время дома сидят. На кухне. Кофеек пьют. Или еще вообще в кровати лежат. А ты уже здесь в пыли потеешь на пульс 180. Сначала думаешь, зачем оно надо. Потом понимаешь, что пока с утра не пропотеешь. Кофеек-то невкусный. Лех, тебе-то сейчас вкусно будет? Не вкусно все будет. Как у тебя вообще ощущения? Очучения. Да. Пока непонятно. Ну, вроде выложился. Вроде выложился? Куда выложился? Отдал все, что было. Как в том анекдоте. Ты высыпаешься? Куда высыпаюсь? Ну, вот мы вроде выложились. Стоитика, конечно. Что за стоитика? Максимальный пульс 194. 194? Ага. Да ты круче, чем Андреас Околанд. Он гордился, что он в 40 лет на пульсе 180 может разогнаться. Леха в 40 лет может 194 выдать. Так, дорогие друзья, у нас пережили, мы все здесь. Что, не особо доволен? Да, но первые пять километров были классные. Мы вот так стартанули все хорошо, бодренько. И так хорошо бежалось, а потом что-то пошло не так. Но я все равно доволен, что все позитивные, все молодцы. В другой раз все получится. Главное, что работа сделана. Вот, шаг вперед. Все в копилочке. Леш, ну не особо доволен. Это вот какой у тебя результат, скажи. Я время не знаю, но на финише сказали, что по 3.53 мы бежали. Средний темп. Хороший темп. Дай бог каждому. Ну, я надеялся, что побыстрее будет, честно говоря. Вот. Я надеялся, что будет быстрее. Но вот как получилось, так получилось. В целом все равно хорошо. Ну ты уже искупался, освежился? Конечно, да, да, да. Вот сейчас нас еще сверху освежит. Ага, я вот тоже только еду, освежался. Так что успей вперед. Вначале, чтобы тебя снизу так скопилипнуло, а потом сверху. А может наоборот. Но с легким паром тебя. Все, спасибо, Сань. Как ты пробежал? Ну что, нормально, пробежал. Вот на 4.40 у меня темп. Ну, неплохо тоже. Минуту, я для них твоего. Ну, неплохо все равно. Все в копилочке, все в копилочках. А сейчас мы с вами идем вкусить неповторимую финишную атмосферу озерной свежисти. Дайте дождя подниму. Опа. Как вода? Все. Она будет супер. Саша, как пробежал. Хорошо, по 4.40. Какая она хорошая. Я уже закрыла. Опа. Ох, ох, ох. Вода там съезжалась. Ну, финишем. 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 Финишем.